Приветствую дорогих зрителей и подписчиков нашего канала. У нас на канале было немало смартфонов, защищенных от воды, пыли и ударов. Пора глянуть и защищенные планшеты. Сегодня вместе с вами изучим недорогую, но весьма функциональную модель. И да, мне так не терпелось ее пощупать, что коробочку я уже открыл, но вам я все так же покажу. Итак, планшет распакован и давайте сразу. Внешний вид у него специфический, однако торопиться с выводами не стоит. Дело в том, что все это съемный чехол, добавляющий планшету защиту от ударов, а также нелепую на вид, но невероятно удобную откидную ручку-подставку. Ну а сам планшет закован внутри этого чехла. Он куда компактнее и спокойнее в плане дизайна. И что меня подкупило, даже без чехла он имеет защиту от воды. Согласитесь, когда дополнительная защита без надобности, просто снимаем шкуру и остаемся с тонким и все еще защищенным от воды планшетом. Ну а если условия эксплуатации требуют дополнительной защиты, заковываем в чехол и погнали. В общем, повторюсь, с выводами не торопимся, давайте планомерно изучать устройство. Так вот, речь сегодня пойдет об 11-дюймовом планшете AGM Pad P2 Active, который от базовой версии без приставки Active отличается именно съемной броней и влагозащитой. Если бренд AGM вам ни о чем не говорит, поверьте, вы такой не один. Я и сам узнал о нем совсем недавно. Узнал и удивился, что свои устройства эти ребята выпускают уже аж 8 лет. Сразу оговорюсь, что девайс мне прислали, но ни в тестах, ни в своих оценках я никак не ограничен. И как всегда, объективность и репутация канала для нас на первом месте. Так стартуем мы традиционно с комплектации. И приезжает планшет аж в двух коробках. Черновой транспортировочной и яркой чистовой. То, что нужно для сохранности устройства. Внутри коробки, помимо самого планшета с чехлом, мы находим зарядное устройство с кабелем, инструкцию, скрепку, а далее эксклюзив. Комплект наклеек, длинный ремешок и самое главное. То, чем пренебрегают многие производители бронефонов. Сменные резиновые заглушки. Ну наконец-то, хоть кто-то додумался положить эту копеечную, но важную запчасть в комплект к устройству. Что касается цены, как я и сказал, планшет в принципе можно отнести к бюджетным. Базовая версия без чехла и влагозащиты на момент создания обзора продается по цене около 170 долларов. Ну а версия актив на 30 долларов дороже. Как я понимаю, это по сути старт продаж и вероятно в будущем цена маленько снизится. О том, что пользователи получают за эти деньги чуть позже. А пока давайте закончим с корпусом и его массогабаритными характеристиками. Итак, если говорить об устройстве в броне, ни компактным, ни легким его назвать язык не поворачивается. Размеры 274 на 186 миллиметров, а толщина 22 миллиметра в основе и 33 миллиметра в области подставки. Что касается массы, опять же с чехлом, 1089 граммов, да чуть больше килограмма. Штуковина получается массивная и увесистая, а все благодаря весьма толстой оболочке из резины и пластика. Позже ее обязательно скинем и рассмотрим повнимательней. Из интересного можно отметить дополнительную резиновую заглушку, которая прикрывает разъем для зарядки и передачи данных, а также гнездо наушников. Также производитель предусмотрел три точки крепления для комплектного ремешка и четыре, скажем так, сетки, через которые выводится звук от динамиков. Причем у самого планшета отверстие динамиков находится с торцов, но пластиковый кейс звук перенаправляет. В этом плане все сделано грамотно. Важнейшая фишка кейса это естественно откидная поворотная подставка-рукоятка. Скажу честно, выглядит это решение невероятно нелепо и при этом оно невероятно удобное. Перемещается все туго и очень жестко фиксируется в заданных положениях. Как ее использовать, думаю, объяснять не стоит. И лишь повторюсь, что вещь невероятно удобная. И да, чуть не забыл, если вы пользуетесь стилусом, для него тут также предусмотрено отдельное универсальное крепление. Теперь предлагаю скинуть броню и рассмотреть сам планшет. И да, если что, процесс снятия и установки защиты не такой легкий и быстрый, как хотелось бы, но зато уже на планшете она сидит как влитая. Готово, сейчас перед вами все три составные части брони устройства. И как видите, на материале явно не экономили. И пластик, и резиновая оболочка имеют приличную впечатляющую толщину. И наверняка сыграют в плюс в случае падения, ну или столкновения с другими объектами. Ну а вот и сам планшет. Как видите, он куда менее вычурный в плане дизайна и куда более компактный. Его размеры 258 на 170 миллиметров, а толщина 9 миллиметров в основе и 12 миллиметров в области камеры. Если говорить о материалах, из которых создан корпус устройства, тут все здорово. Производитель отдал предпочтение алюминиевому сплаву с покрытием свинцового цвета, из которого выполнена большая часть корпуса. Из черного матового пластика тут лишь верхний, ну он же правый торец планшета, под которым скрыты радиоантенны. Единственное, что помимо этой вставки разбавляет лаконичный дизайн задней крышки, это пара подиумов. Один вмещает объектив камеры, а второй светодиодную вспышку. Если говорить о торцах, то на левом расположили широкую кнопку блокировки, а также отверстия пары динамиков. Еще пара динамиков, да, всего у планшета их аж 4 штуки, расположили уже на правом торце. И здесь же под резиновыми заглушками можно обнаружить лоток, либо для пары сим-карт, либо для симки и карты памяти. Достать лоток, если что, можно без дополнительного инструмента. Но под второй двойной заглушкой спрятали аудиоджек 3,5 миллиметров для наушников или гарнитуры, а также разъем USB Type-C. Проверено, заглушки отлично держат воду, но по крайней мере на глубине около метра проблем не было. Ну и что касается верхнего торца, тут разместилась качелька громкости, а также пара отверстий стереомикрофонов. Что касается передней стороны планшета, на ней мы естественно остановимся поподробнее. Так вот, 80 с копейками процентов площади этой самой стороны занимает Super IPS дисплей с диагональю в 11 дюймов и разрешением Full HD+, 2000 на 1200 пикселей. Плотность пикселей выходим, скажем так, минимально нормальная, 213 ppi. Дисплей имеет повышенную до 90 герц частоту обновления. Скажу честно, дисплей конечно далек от современных около топовых решений, но он неожиданно хорош для бюджетного защищенного планшета. Пиксели с расстояния в 30-40 сантиметров неразличимы абсолютно. Цветопередача достоверная, углы обзора отличные. Отдельно меня порадовала повышенная частота обновления картинки и достаточно узкие равномерные рамки вокруг дисплея. Шириной 9 мм до бортика и 10 мм до края планшета. И да, если что, по углам планшета, речь о планшете без брони, имеется небольшой бортик, возвышающийся над дисплеем. Экран прикрыт закаленным стеклом неизвестного производителя. Пленки ни с завода, ни в комплекте нет. Единственное, чего мне в дисплее не хватило, это пожалуй яркость. Заявлено 480 нит и на солнце экран сильно блекнет. В остальном, за дисплей, исходя из цены, жирный плюс. Также меня очень порадовал сенсор этого дисплея. Не знаю, какова частота его обновления, но он очень отзывчивый и показывает просто отличную точность, проверенной не одним часом игры в PUBG. Впрочем, об этом попозже. А пока отмечу, что также на передней стороне можно обнаружить фронтальную камеру и, что в планшетах бывает не всегда, датчик освещенности и приближения. Да, по сути, это здоровенный смартфон, разве что без разговорного динамика. Вибрация также присутствует. Еще бы, индикатор событий добавили, было бы совсем здорово. Далее пробежимся по железу, начиная с системы на чипе. Так, за все вычисления здесь отвечает Mediatek Helio G99. Это решение появилось на рынке в 2022 году и целилось в среднебюджетные устройства, ввиду чего, как мне кажется, и по сей день не потеряло своей актуальности. В составе чипа два производительных ядра на 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер на 2 ГГц. Радует техпроцесс, он тут достаточно тонкий, 6 нанометров. Графический ускоритель Mali-G57, два ядра, работающие на частоте до 1 ГГц. В плане памяти AGM Pad также порадовал. Его оснастили 8 гигабайтами LPDDR4X памяти, работающей в двухканале на частоте в 2133 МГц и внутренним хранилищем на 256 ГБ. Причем быстрого, достаточно современного стандарта UFS 2.2. В общем, ни с объемом, ни со скоростью памяти проблем у пользователя быть не должно. Причем, если вы считаете, что 8 ГБ оперативки это в обрез, к вашим услугам технология RAM Expansion. По сути, это что-то вроде файла подкачки Windows, позволяющего удвоить объем оперативки за счет постоянной памяти. Если что, эта функция активна по умолчанию, но в настройках ее можно отключить или выбрать размер дополнительной памяти 4, 6 или 8 ГБ. Что ж, пока в плане железа все выглядит более чем прилично. Снова, уже в десятый раз оговорюсь, что для бюджетного защищенного планшета. Теперь давайте проверим гаджет в работе. Начинаем с синтетических попугаев. Так, сейчас перед вами результаты прогонов в Antutu и Geekbench 5 и 6 версии. Четвертый Geekbench почему-то не отрабатывает. И что сказать, в том же Antutu мы видим 415 с хвостиком тысяч попугаев. Привычный для Helio G99 результат. Производительность более чем приличная даже по современным меркам. И вполне достаточная для любых задач, включая игры. И да, вот вам также замер скорости накопителя. Как всегда, в Antutu и диск-тесте они различаются. Но в обоих случаях видно, что медлительностью накопитель не страдает точно. Ну и естественно, мы-то с вами на синтетике останавливаться не будем. Давайте запустим парочку, ну, относительно тяжелых игр и посмотрим, как планшет с ними справляется. Так, начинаем мы с мира танков. И давайте первым делом заглянем в настройки графики. Если честно, я рад тому, какие настройки мне удалось выставить. В основной своей массе они высокие. Снизить пришлось лишь дальность прорисовки, а также качество тумана. Фильтрация текстур X2, сглаживание X2. Все украшательства на вроде следов от гусениц, попаданий, а также HD текстуры включены. Итак, заезд начался. И пускай на не самой тяжелой, но все-таки на зеленой карте мы получаем ровно 60 стабильных кадров в секунду. Стоит ли говорить, что это отличный результат для столь высоких графических настроек. Причем держится это количество кадров в секунду, как при обычной езде, так и при прицеливании, ну и также при наличии эффектов на экране. Только в момент подрыва моего собственного танка удалось зафиксировать просадку по кадрам. И да, не серчайте, играть на камеру нереально неудобно. Далее же частота кадров выровнялась даже при динамичном переключении между танками союзников. Далее немного поиграем в симулятор социопата. И пока наш персонаж движется навстречу с землей, посмотрим на настройки. Так вот, PUBG позволила мне выставить высокие настройки графики с высокой частотой кадров. Сглаживание X4, тени выключены, автонастройка графики естественно также отключена. Стоит ли говорить, что это весьма приличные настройки графики для бюджетного планшета. Давайте немного пробежимся, постреляем и посмотрим, как игра себя чувствует на этом устройстве. И знаете, я бы соврал, если бы сказал, что меня здесь что-то не устраивает. В плане графики всё хорошо, в плане производительности всё также приемлемо. Да, традиционно местами PUBG поздненько загружает те или иные объекты, но это я встречал и на более производительных устройствах. В остальном с частотой кадров всё нормально, жаль в самой игре отсутствует счётчик. Ещё раз хочу отдельно похвалить сенсор экрана этого планшета. Он ведёт себя крайне адекватно и позволяет очень точно и очень плавно целиться. Иногда, используя недорогие устройства, я сталкивался с тем, что сенсор работает, скажем так, в некоторой мере ступенчато, что мешает плавно целиться. Так вот, здесь ничего подобного я не обнаружил. Давайте ещё немного пробежимся. А теперь немного прокатимся на транспорте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Опять же, всё плавно, без косяков и лагов. В общем, я надеюсь, мне удалось показать вам, что и с производительностью в бенчмарках, и с производительностью в реальных игрушках у этого планшета полный порядок. Теперь давайте выясним, как дела у него обстоят с охлаждением. Как известно, под большой нагрузкой любой смартфон, ну или планшет нагреваются. А за неимением системы активного охлаждения единственный способ не допустить критического перегрева – это механизм троттлинга, то есть снижение производительности. Давайте запустим троттлинг-тест и выясним, не склонно ли устройство к перегреву. Причём, для большей информативности мы решили потратить не полчаса, как обычно, а целый час и протестировать планшет как в броне, так и без неё. Как обычно, мы стараемся дать вам наиболее полную и объективную картинку. Знаем, вы это цените. По итогу, спустя полчаса, то, что я вижу, меня радует. Да, видно, что в некоторых ситуациях планшет немного снижает свою производительность, ну именно немного. Оба графика абсолютно зелёные, а это значит, что критичного троттлинга не происходит. Как без дополнительной шкуры, так и в ней. А это значит, что с существенным нагревом корпуса, как и с перегревом, вы, скорее всего, не столкнётесь. Всё-таки тонкий техпроцесс основного чипа – это здорово. Идём далее и переходим к тому, в чём планшет меня очень сильно удивил, а именно к приёму GPS-сигнала. Ну, во-первых, в лесу он дал точность в один метр, что уже само по себе неплохо. Но куда круче, что в этой местности сигнал GPS безбожно глушится. Я понятия не имею, как планшету удалось отфильтровать полезный сигнал от помех, но результат перед вами. Тут же упомяну, что на борту планшета есть почти полный набор полезных датчиков. Есть даже лишние типа датчика приближения. А вот сканер отпечатка пальцев и барометр, к сожалению, отсутствуют. Если говорить о связи, то тут всё предсказуемо стандартно. Сети поддерживаются вплоть до четвёртого поколения. Связь держится стабильно на уровне Poco M6 Pro, который сейчас является моим основным смартфоном. Планшет спокойно можно использовать в качестве звонилки, используя громкую связь. Также в распоряжении пользователя двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth версии 5.2 с пониженным энергопотреблением. На NFC, к сожалению, сэкономили. А вот на чём производитель явно экономить не стал, так это звучание. И как мне кажется, это поважнее, чем NFC. Если не забыли, у планшета аж две пары динамиков, расположенных на узких торцах. И играют эти динамики без преувеличения отлично. Давайте их послушаем как в чехле, так и без него. Тут, чтобы понять хоть что-то, настоятельно рекомендую одеть наушники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень надеюсь, что вы расслышали то же, что и я. Планшет выдаёт вполне достоверный и громкий звук с ярко выраженным стереоэффектом. И в чехле, и тем более без чехла. Да, чехольчик немного глушит звук, но глушит его не критично. В плане громкости, так и вовсе я банально не встречал более громких планшетов или смартфонов. Как мне кажется, она тут даже избыточна. Так как на треках с не самым высоким битрейтом, на максималке могут проскакивать искажения. Но, скорее всего, вы в принципе никогда не будете выжимать из планшета максимум. Это банально ни к чему. А ещё немного жаль, что вот эти динамики всегда левый канал, а вот эти всегда правый, независимо от ориентации планшета. Могли бы поиграться на эту тему. Хотя я, пожалуй, уже хочу многого. По итогу мы имеем качественный Full HD IPS дисплей с повышенной герцовкой и отличный звук. Добавьте сюда уровень безопасности Widevine L1 и получите просто шикарный компактный медиаплеер для просмотра видосиков на YouTube в 1440p, сериалов и кино с высоким разрешением. А если учесть влагостойкость и противоударность, его и под мультики ребёнку отдать не страшно. Шоколад или мороженое, которым его обязательно заляпают, можно будет смыть прямо под краном. А вот для чего планшет подходит куда меньше, так это съёмка фото и видео. И тут с одной стороны, ну очевидно, что камера в планшете это что-то вторая или даже третья степенная. Но тут вышло прям странно. Дело в том, что производитель использовал неплохой аж 50-мегапиксельный сенсор ISOCELL JN1. Да, сенсор небольшой в плане физического размера, но с интерполяцией до 12 мегапикселей при соотношении сторон 16 к 9 пиксели выходят нормального размера. Однако фото и тем более видео, снятое на эту камеру, мягко скажем, не впечатляют. Вот вам несколько примеров. И вот вам небольшой тест видеосъёмки на этот планшет-конструктор. Насколько мне известно, снимает планшет в разрешении 2К с частотой до 60 кадров в секунду. Камера, как я уже говорил, у планшета приличная, но из-за отсутствия какой бы то ни было стабилизации, во время ходьбы получаем мы вот такую тряску. Но зато в случае чего на эту камеру можно поснимать прямо под водой. Надеюсь, вам хоть что-то было видно и хоть что-то сейчас слышно. В общем, для, скажем так, технической съёмки, когда другого ничего под рукой нет, сгодится. Но вот для фоточек в отпуске планшет не годится от слова совсем. То ли дешёвенькая оптика, то ли слабая программная часть нивелирует неплохой потенциал матрицы. Идём дальше. Ещё одна не впечатляющая, но и не раздражающая сторона гаджета – это его аккумуляторная батарея. Так, всё, что производитель смог запихнуть в тонкий корпус планшета – это литий-полимерный аккумулятор на 8000 мАч. В плане зарядки переварить планшет может до 20 Вт. Именно такой мощности комплектное зарядное устройство. И с одной стороны 8 Ач – это не так уж и мало. Однако, если учесть, что главный энергопотребитель – дисплей раза в 3 больше, чем у смартфона, а аккумулятор больше лишь процентов на 60, начинают закрадываться смутные сомнения. Впрочем, можете выдыхать. Тонкий техпроцесс главного чипа и неплохая оптимизация делают своё дело. Автономность у планшета хорошая, ну ладно, скажем так, нормальная. Вот вам детали. Тестировал автономность я традиционно, просмотром Full HD онлайн видео, а также играми. Wi-Fi и сеть всю дорогу активны. Яркость дисплея 75%. Обычно, если что, ставлю 50, но тут решил сделать поярче. Так вот, в таком режиме планшет продержался 12 часов, после чего отключился… Нет, не планшет, а я сам. Дело было уже ночью, а у него ещё оставалось 8% заряда, чего бы без проблем хватило ещё минимум на час видео. В общем, результат – 13 часов автономности. Причём, при просмотре видео заряд тает со скоростью в 6-7% за час. То есть, на одном заряде мы можем 15 часов смотреть любимый сериал. Игры же сжирают около 10% за час. То есть, играть на одном заряде можно примерно 10 часов без перерыва. Естественно, всё это тесты нон-стопом, а в реальной жизни заряжать его придётся, ну, точно не чаще одного раза за пару-тройку дней. И то, при достаточно активном использовании. Так что и с батарейкой, и с автономностью тут всё нормально. А с учётом тонкости корпуса, так и вовсе хорошо. А вот где то ли производитель, то ли программисты жёстко обделались, уж извините за такое выражение, так это зарядка планшета. Напомню, в комплекте с планшетом нам дают вот такой компактный 20-ваттный зарядник, поддерживающий многие протоколы быстрой зарядки. Начиная от Power Delivery и заканчивая Pump Express. И знаете, сколько потребляет от него планшет? Не более 8-ми ватт. Это просто фиаско. Причём режим зарядки обычная 5-ти вольтовая и никак иначе. Я попытался замерить время зарядки от него, но когда за 2 часа планшет зарядился лишь на 49%, просто психанул и начал искать другие варианты. Так выяснилось, что планшет всё-таки поддерживает быструю зарядку в режиме 9 вольт и примерно 1,4 ампера. То есть примерно 13 ватт мощности от обычного Quick Charge зарядника через провод USB-A на USB Type-C. 13 ватт это, конечно, тоже не густо, но с ними за те же 2 часа планшет заряжается уже на 75-80%, а полная зарядка проходит за почти 3 часа. Понятия не имею, как момент зарядки тестировался перед выпуском продукта, а также я не уверен, что это можно поправить обновлением прошивки. В общем, пользователю, скорее всего, придётся смириться с неторопливостью зарядки этого интересного планшета. Ну и, наконец, последний момент, который мы сегодня с вами обсудим, а именно программная часть. Прошивка, оболочка и так далее. И тут кто-то скажет, ну как можно такую важную тему оставлять напоследок и, в принципе, проходиться по ней вскользь? Да легко можно, ведь говорить тут, по сути, просто не о чем. Одно дело, когда мы говорим о передовых китайских брендах, которые глубоко кастомизируют Android, пичкают его фирменными утилитами и функциями, а также снабжают оригинальной графической оболочкой. И совсем другое, такие планшеты и смартфоны, как этот. Дело в том, что в первом случае мы можем получить кучу уникальных функций, а также кучу уникальных багов. Ну а во втором мы получаем голенький Android, который работает плюс-минус как часы. Уже неоднократно я говорил, что такие производители, как AGM, поняли, что чем меньше они лезут в рабочий механизм, в данном случае в 14-й Android, тем меньше проблем получают по итогу. Так и тут, максимально стоковый Android с базовой графической оболочкой, которую обозвали ROS. И так как систему никто не успел напичкать багами, работает она отлично. За все время тестов и использования, а это около трех недель, мне не удалось выявить ни единого критического бага. Система работает стабильно, плавно, без тормозов и зависаний. Приложение из оперативной памяти выгружать планшет не торопится. За ночь покоя съедает всего 1-2% заряда, это очень хороший показатель, который очень красноречиво говорит об оптимизации операционки. Сторонний фирменный и навязанный софт отсутствует полностью. Все ключевые функции осуществляются в гугловских приложениях. Отдельно удивила и порадовала русификация и перевод. Иероглифы отсутствуют полностью, перевод адекватный. Даже пункты в меню все с большой буквы, это вообще удивительное чудо. По сути у такого подхода есть только один относительный минус, а именно крайне скудная кастомизация интерфейса. Здесь можно сменить обои, размер и форму ярлыков, а также сетку их размещения и анимацию прокрутки рабочих столов. И на этом практически все, кому-то и этого будет вполне достаточно. Ну а остальные без проблем скачают в маркете кастомный лаунчер. Например новый лаунчер, который использую лично я. И настроят все максимально гибко. В целом нормально, главное ничего не испортили. В итоге базово AGM Pad P2 Active это бюджетный 1-сюдюймовый планшет с достаточно производительным процессором и графическим ускорителем. Нормальным объемом быстрой памяти, хорошим дисплеем и шикарным стереозвуком. Рабочим набором радиомодулей, датчиков, антенн и так далее. Приемлемой автономностью, чисто технической камерой и медленной зарядкой. Причем без чехла добавим к плюсам приличный внешний вид, тонкий корпус и главное влагозащиту. Ну а с чехлом про тонкость забываем, но вспоминаем про нелепую, но очень удобную ручку-подставку и защиту от падений, ударов и прочих невзгод. Как-то так, вроде все ключевые моменты собрал в кучу. Как мне видится, это очень и очень неплохой медиа-центр, к примеру, для путешествий. Закинуть на него сериальчик или подборку фильмов, которые давно хотелось посмотреть и отправиться на дачу, в поход или на море. Просто идеальный расклад. Опять же, это отличный вариант для детских мультсеансов. Крупный экран, подставка имеется. Поставили перед малышом и минут 10-20 можно перевести дух. И даже если малыш решит его уронить или залить соком, ни к чему страшному это не приведет. Все это лишь пара сценариев из многих, которые пришли мне в голову в первую очередь. Думаю, вы согласитесь, что базовая влагозащита, а также съемный защитный кейс, это очень крутые фишки устройства, существенно расширяющие сферы его применения. Могу ли я рекомендовать его к покупке? Да в принципе да. Если эти самые фишки, то что вам нужно, AGM Pad P2 актив вас вряд ли разочарует. Особенно если цена снизится ниже изначальных 200 долларов. Ссылка, если что, будет в описании под видео. Очень надеюсь, что обзор вам понравился или даже был кому-то полезен. Если так, не забывайте про лайки, репосты и позитивные комменты. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, а также не забывайте про бусти, за счет которого этот канал сейчас и существует. До встречи в новых обзорах. Смотрите КВП и берите от жизни лучшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова